Добрый вечер. В эфире открытая студия на портале iWatch и с вами Светлана Исаева. Сегодня у меня в гостях парапсихолог Светлана Морозова и тема нашего сегодняшнего эфира это диагностика на присутствие негативного магического воздействия. И в нашем понимании негативное магическое воздействие это какая-либо программа заложенная на человека против его воли. Хочется узнать у вас как у парапсихолога как вы объясняете этот термин для себя? Как я это объясняю? Ну уже начнем со слова наверно магическое. То есть если подразумеваться, если мы говорим о каком-то магическом воздействии, то это само собой против воли человека. Но вот я опять же буду говорить так как я считаю. Я за себя не за всех в ответе. Немножко слово магическое меня Светлана если честно напрягает. Ну потому что даже если человек занимается там какой-то деревенской или обрядовой магией, то это в любом случае в этом во всем заложена психология. Да. Поэтому я как человек пусть что-то в этом понимающий считаю, что в любом случае это здесь ничего магического нет. Это психология чистой воды. То есть вы мне задавайте вопросы, то есть я уже слово магически меня так смутило, что-то в другую сторону увело, потому сразу я так обрядовую магию там представила, это свечи, это там яйца. Да, вот допустим, если такая ситуация, допустим в деревне какая-то девушка привораживает молодого человека. А, приворот. Здесь тоже идет именно психология. Но как быть, если человек об этом не знает? Нет, подожди. Стоп. Девушка в деревне привораживает молодого человека и человек об этом не знает. Да. Ну про приворот это вообще как бы отдельная тема. Да, это может быть... Это не магическое воздействие. Это... Ну это в любом случае, наверное, какое-то зомбирование, да, но вообще слово магическое. Приворот это... Слушайте, это очень сложная тема, потому что это мы сейчас вообще с вами уйдем от темы. Давайте мы возьмем негативные программы, но без приворота. Хорошо. Какие тогда выделяют специалисты? Светлана, если даже... Если человек не знает о том, что на него накладывают, так сказать, воздействуют с помощью магии, то никакая магия работать не будет. Это успокаивает. Если мы не верим, то это не работает. Это даже не то, что вы не верите, потому что вы этого не знаете. Понимаете? Самое главное это довести до вашего сведения. То есть человек, который даже сходил к какой-то бабушке или девушке в деревне. Вот вы увели у меня молодого человека. Допустим, я на вас так рассердилась, пошла там к бабушке какой-то, говорю, вы знаете, вот это вот Света, она у меня молодого человека увела. Вот надо что-то с этим срочно делать. Сделайте мне на нее порчу. Ну, слово порча тоже не люблю. Можешь говорить слово порча, слово порча. Ну такой термин, который устоявшийся. Вы тут есть, он устоявшийся, поэтому уж мы будем говорить, я думаю, зрители нас за это простят. Если я вам каким-то образом об этом не сообщила, никакая порча само собой работать не будет. То есть я до вас должна это донести. Либо я к вам должна прийти и сказать, ты знаешь, вот теперь-то тебе, или, допустим, там, с помощью, ну там, не знаю, подружки, или родственники, или сама эта бабушка там как-то по деревне, знаешь, поселок маленький. То есть главное для человека довести, что на тебя есть порча, чтобы он сам себя начал придумывать. Да, 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 тут не надо придумывать, потому что у нас все-таки есть, это с древних нам вообще лет говорили о том, что, да, времена какие-то у нас всегда были, и колдуны, и какие-то вот это вот все. И вот у нас страх, это сразу порождает страх, наш вот подсознательный страх, как только мы испугались, мы попались, все. Понимаете, вот что такое подклады, например, ну вот я вот даже вот с точки зрения психологии специально, вот, пожалуйста, далеко ходить не будем. Я взяла себе, чтобы не путаться в каких-то, потому что сильно сбило меня магическое слово, магическое, сразу так бум, с мне как колотушкой по голове, я сразу, вот, видимо, работа. Да. Вот, пожалуйста, порча, это с точки зрения психологии, это вредоносное сообщение, передаваемое одним человеком другому человеку, вербально или невербально, да, вот, такое вредоносное сообщение, это как вирус, троянская программа, или если хотите запускать воздействие на мозг человека, нежелательно для него последствия и действия, вот, ну, все понятно. То есть, если я не могу вам вербально это об этом сказать, раньше как делали, не обязательно, раньше там раз, там кошка дохлая, или там еще там что-то, а иголочка в дверях. А мы же все же знаем, особенно, уже там наши тети, дяди, бабушки, дедушки, они же знали, если там что-то такое, это я не знаю там заговоры, вот эти заговоры. Человек уже сам поймет, что на нем что-то наложено. Да, да, то есть тебе сообщили, тебе сообщили, и ты испугался, если ты испугался, ты попался, начинают, конечно, начинаешь ты с этим, ну, я думаю, тут дальше у вас уже вопросы, вперед забегают. Вот здесь интересный момент, вот вы сказали, что можно отнести порчу, а еще какие программы негативного воздействия выделяют? Ну, если мы будем, опять же, говорить о магии, да, о тех людях, кто этим занимается, в это свято верит, то это, конечно, и все время говорят о проклятиях, это венцы безбрачия, это сглазы различные, ну, наверное, кстати говоря, и приворот туда можно отнести, потому что я считаю, что это не очень хорошо. Другой разговор, что вообще, насколько это действенно, да, это знаю, вопрос. Вот насколько, да, это действенно, кстати. Светлана, если к привороту подходить с точки зрения психологии, зная какие-то нюансы, да, психологические, то, конечно, это действенно, вот у вас в студии был, например, молодой человек, который занимается пикапом, давайте говорить тогда уже, если мы говорим о порче, есть современные виды порчи, что такое пикап? Он основан на НЛП, на нейро-лингвистическом программировании, то есть это что такое? Это, условно говоря, тоже зомбирование, мы, есть приемы определенные в психологии, когда якорят, и все такое, это тактильно, ну, там куча масса. Человек, который это знает, в принципе, эти приемы, он может легко их применять. Конечно, конечно, вы даже не заметите, как вы попались. Самое ужасное то, что потом девушки после этого очень тяжело входят, ну, выходят из этого состояния, когда молодой человек их оставляет, и без психолога здесь уже, к сожалению, увы, не обойтись. Поэтому это тоже своеобразный вид порчи. Нет, психологи используют ОНЛП в своих, вот, например, негативную программу заменить на, бывает, на какую-то, да, на позитивную, так скажем, уж бы примитивным языком говорить. Но здесь как ружье, само по себе это ничего не представляет, но вопрос в чьих руках, в мошенниках, либо, допустим, у вас, когда вы помогаете человеку. Это в любом случае, куда ты вектор направишь, либо плюс, либо минус, вот и все. А, например, приворот такой, что я сейчас прочитаю заклинание, какое-то, сожгу свечу, ну, я не знаю, я мало в это верю, если честно. Это приятно слышать от человека, который занимается еще не стандартными методами психологии, а то, что никакой магии нет, в принципе, никаких проклятий, по сути, нет, если мы сами в них не верим. Ну, если разбирать. С точки зрения магического именно воздействия. Конечно, ну, смотрите, если бы мы могли с вами, если бы приворот существовал, как нам об этом все заявляют, я сейчас это изучаю, мне это интересно, но давайте тогда быть реалистами. Если мы могли с вами приворожить кого хотим, то мы бы сейчас все бы с вами, я не знаю, Брэда Питта приворожили. Президента. Президента. Ну, да, ну, вот как-то вот что-то вот, что-то, что-то все вот мимо как-то, и либо привораживаем мы плохо, либо мы что-то там не те пасы делаем, не знаю, либо свечи не те жжем, ну, что-то вот как-то у нас с вами с приворотами-то, да, как-то. То есть можно, в принципе, успокоиться, действительно, вся эта психология. Можно успокоиться, абсолютно можно, на этот счет. Вот, опять же, в некоторых статьях психологи отмечают, что вот эти программы негативные не работают на тех, кто в них не верит. Вот насколько это правда? Ну, здесь большой процент правды, но, опять же, верим мы или не верим, я уже об этом говорила, есть в каждом человеке страх. Я думаю, что психолог, он такой же человек, и в зависимости от его, вот, знаете как, и специализма, конечно, у каждого свои, они есть, и психолог может в какой-то момент, а вдруг, понимаете, вот всегда вот этот момент, а вдруг, я так-то не верю в это все, это вообще бред, это ерунда. Но, как только мы немножко испугались и подумали, а вдруг, а потом, если вдруг, после этого, вдруг, да, вот всегда вот это вдруг происходит какая-то неприятность с тобой, ты уже это все привязал, естественно, к вот этому, что там тебе там вслед кинули или там сказали, у тебя наступает момент депрессии, а депрессия, она, естественно, с этим не связана, но ты-то все это связываешь, и все больше в этом бум-бум-бум-бум, и как снежный ком это растет. И поэтому я думаю, что на эту удочку попасться может даже психолог. Вот вы очень интересную тему затронули, когда у человека в жизни череда каких-то проблем, допустим, уволили с работы, ушел муж, еще какие-то неприятности, а человек начинает думать, что у него черная полоса. Вот как быть, чтобы человек не думал, что это какие-то магические воздействия, а действительно просто проблемы, которые можно с помощью психолога решить? Вот как человеку такому подсказать? Ой, понимаете, давно начнем с того, что, наверное, у нас люди не очень-то привыкли, Светлана, ходить вообще к психологу. Ну, все равно, вот как сделать, чтобы он не думал, что это порча какая-то на него наведена? Как это сделать, это хороший вопрос. Вот как рассказать? Ну, наверное, люди должны понимать, что у каждого человека в жизни бывают вот такие вот моменты, когда мы что-то должны просто пережить. пережить, мы впадаем в какое-то уныние в этот период, естественно, в период депрессии, в состоянии депрессии человек не всегда может контролировать свои эмоции, свои состояния, и тут он уже никак, понимаете, это тоже, ну, трудно без специалиста бывает разобраться. А пойти к кому-либо, к психологу или к психиатру или еще кто-то, проще же пойти к бабушке. К соседке, в принципе, практика очень распространена, к подругам. И так тоже можно, но, понимаете, смотря период депрессии, вот когда все одно к одному, то депрессия это же заболевание, это же не то, что легкая хондра, вот минутная. Вот у нас, кстати, есть небольшое смещение этого термина, депрессия, и мы называем любое плохое самочувствие, когда у нас нет настроения. Все-таки это действительно не так. Нет, это не так, это разные вещи совсем. Плохое настроение, это плохое настроение. Это нормально, оно бывает. Это нормально, это, ну, слушайте, ну, мы не можем все время смеяться, да, мы нормальные люди, что-то нас может выбить из колеи, просто утром, ну, не знаю, погода не та, ну, сон плохой приснился, ну, я уж так, понимаете. А депрессия именно, вот как понять, что именно депрессия у нас? Как понять, ну, понимаете, депрессия не может быть два дня. Если у человека депрессия, это затяжное состояние, это очень тяжело, а тебе не хочется ни с кем общаться. Ты закрываешься абсолютно от внешнего, как бы, круга даже своих знакомых и друзей. Но это очень сложно, ты все это перевариваешь в себе, если тебя трудно, самого себя трудно заставить. Вот, вот, ты вроде понимаешь то, что нужно пойти, пообщаться, но это очень сложно. Как внутренний вариант получается. Да, 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 ну, что такое депрессия? Это болезнь настроения, то есть это когда уж тебя совсем там месяц, а то и два, и же там вот, если, например, к специалистам обратиться, они даже несколько вот стадий каких-то или типов вот этих депрессий, смотря на это сложно, сам человек очень, она бывает сезонная, бывает ситуативная, от ситуации какой-то, когда что-то произошло, человек сразу, ух, а у кого-то вот болезнь, вот, бывает, и уже там сезон. Осень пришла, хоп, настроение на нуле и пошло-поехало. То есть, понимаете, тут все очень сложно индивидуально. По поводу депрессии, я думаю, даже больше и лучше расскажет психолог или психиатр. Но легкую хандру, естественно, и плохое настроение, которое, ну, короткое какое-то у нас, да, вот не надо никогда путаться с заболеванием. Все-таки депрессия, это, ну, я считаю, это заболевание. И в вашей практике, допустим, самые запущенные случаи, с какими люди приходили? Допустим, говорили, что у них какая-то на них порча наложена. Бывает такое, что приходят люди и говорят, на мне порча? Светлана, я вот почему, кстати говоря, согласилась и на эфир, мне была интересна эта тема. А может быть, немножко мы сумбурно начали, потому что я сразу говорю, что как-то выбило меня слово магический из колеи. Почему выбило? У меня внутренний протест, а я понимаю, что я сижу в студии, и теми словами, которые у меня просятся наружу, сказать-то я не могу. Мне же надо как-то подобрать их. А когда начинаю подбирать, их всегда как-то приятненько. Ну так к вам, как к парапсихологу. Вот часто приходят люди и говорят, на мне порча, уже сами поставили диагноз. И говорят, Светлана, помогите. Да, так бывает очень часто. Поэтому я и пришла сюда объяснить людям очень много, как раз что не стоит. Вот понимаете, если человек пришел с убеждением того, что на мне точно порча, или там меня сглазили. Переубеждать его в этот момент абсолютно бесполезно. А как тогда быть? Работать. Работать. Вот понимаете, вот про обрядовую магию даже давайте говорить. Пришел человек какой-то, что я все вот-вот-то, блин. Ну возьмем проще ситуацию. К примеру, заболела у меня голова, потом нога, потом рука, потом какие-то, я не знаю, уволили с работы, потом еще что-то. Я подумала, наверное, что-то здесь не так. Возможно, кто-то на меня наложил порчу. Так же соседка подсказала. Да, соседка. Ну кто-то что-то мне там или позавидовали, или что-то еще. И думаю, надо мне найти какую-нибудь женщину, которая в этом понимает. Я, естественно, нахожу телефон какой-нибудь женщины. В газетах, кстати, очень много объявлений. Возможно. Вот тем более. Видите, я прихожу к ней, говорю, вы знаете, вот у меня что-то не ладится в жизни. Она мне, она, я вот подозреваю, тебе дадут то, что ты хочешь услышать, тебе скажут. Да, так оно и есть. Ни одна женщина, мне кажется, из газеты не скажет, нет, у вас все хорошо, до свидания. Естественно, не скажут. Найдет, что нет, у вас тысячи и одна порция. А зачем им это говорить? Это библия. Давайте вот говорить откровенно. А само собой, так откровенно, я поэтому пришла сюда для того, чтобы об этом откровенно поговорить. Другой разговор, насколько я откровенно могу в вашей студии об этом говорить и что от меня. Я-то могу сказать, а может вы не то от меня ждете. Нет, мне важно, чтобы вы действительно вот дали. Я честно могу об этом говорить. Реально это бизнес, это все ерунда. Хорошо, хорошо. Тогда мы говорим честно. Вот пришли, они подтвердили, да, у вас порча. Что делать? Надо снимать. И поэтому, понимаете, здесь уже даже те, кто занимается обрядовой магией, понятно, что когда катают яйцом по голове, это еще... Хорошо, вот этот вальшарик, вот эти вот символы, когда мы видим голову оленя невероятную какую-то, действительно, мы думаем, что перед нами великий харлатан, не харлатан как раз, а маг, который сейчас все до десятого коленя все порчи снимет. То есть это просто маскарад, по сути. Понимаете, здесь даже обрядовая магия построена на психологии. Ну, Светлана, вот пришла я, говорю, у меня все плохо, мне говорят, у вас порча, что делать? Сейчас снимем. Вы понимаете, я испугалась, мне сказали, у вас порча на смерть, вот как обычно это делают. У вас порча на смерть. Вот я сижу, я и так-то в подавленном состоянии. Все деньги отдадите, у меня и так-то, понимаете, полоса невезения какого-то в жизни. Я в психологически задавленном состоянии, и вдруг я прихожу, и это еще мне подтверждают, да еще говорят там насмерть, да кто-то там чего-то. Ты сидишь и думаешь, а что делать, что, что, что. И у тебя вот этот страх уже, понимаете, приходите, будем с вами работать. И вот в этот момент абсолютно все равно, что эта женщина в следующий раз с вами сделает. Похлопает три раза над головой, покатает тыцом, там попрыгает с тарелкой, понимаете. Главное, что она вам потом скажет, все, у вас все ушло, понимаете. Человек реально поверит, хотя это психология. Конечно, это психология. Я говорю, какая бы магия ни была, обрядовая, не обрядовая, это психология. Все построено на психологии, естественно. И вот я хочу обратиться к дамам, которые у нас занимаются в Костроме, вот этой вот практикуют магию, обрядовую, не обрядовую, белую, черную, серую, красную. Неважно, какую, товарищи к вам приходят люди. Не надо им говорить ни про какие порчи, ни про какие проклятия на семь родов. Тем более, вот давайте я не понимаю одного. Я хочу сейчас обратиться. У меня есть право? Конечно, да. Вот я хочу обратиться вот по какому вопросу. Какое мы имеем право вообще говорить человеку такие вещи, что на нем там проклятие и все там насмерть, да ты умрешь, надо приходить. Понимаете, никто не знает, когда мы умрем. Если уж об этом говорить, то пути Господни, я уже говорила, неисповедимы, да. Вот наш день и час, только Господь Бог знает, когда нам это отведено. И когда говорят, что порчена смерть, вот мы говорим, да, я буду уж говорить маму, что никого не обижать, а завтра вы придите, я с вас сниму, мы получается, что Бога переиграли. Светлана, ну вот давайте так, ну это вообще такой абсурд, и люди даже об этом не задумываются. И, кстати, вот очень часто, допустим, мы идем по базару, к нам подходит женщина, да, мы даже не будем называть национальности, конечно, женщина, и нам кидает фразу, допустим, вижу, у тебя скоро будет несчастье. А как этому противостоять, как этому не верить? Понимаете, опять же, мы стоим, мы сейчас находимся в студии. Честно, послать ее далеко и надолго, только так. И не бояться того, что вас проклянут до 10-го коленя. Нет, нужно просто резко ей ответить, понимаете? Здесь тоже идет психология, то есть нужно резко прорвать... Одним этим ударом, понимаете, в лоб ответить на другое. Все, не надо ничего ей слушать ее, она там может говорить с вами. А если ты... Вот был у нас случай, когда мы были в солнечном, я уже об этом говорила, наверное, повторялась, молодой человек, мы сели в машину, уже уезжаем к нам, цыганка, стучится в окно. Говорит, дай я тебе погадаю. Я говорю, давай я сама тебе погадаю. Она так на меня посмотрела и уходит. И куда-то ушла. Мы такие уже выворачиваем, смотрим, там парень, уже одного молодой человек, ну лет 30, но все равно молодой, для меня молодой, для старой женщины. Вот, значит, за руку она его держит, а тот стоит уже что-то слушает. Мы-то, нам не остановиться, мы выезжаем, мы уж ему и стучим, мы машем, мы показываем, мы точно не нормальны, что ли. Ну, чего-то ее слушать, потому что у цыганка, ну вот... У людей, которые применяют гипноз, скажем так. Да, они гипнозом природным обладают. Это же вообще, в принципе-то... Это действительно, вот, допустим, некоторые национальности, у них больше вероятности гипноза использовать. Да, Светлана, да. Это вот, понимаете, вас раз-раз-раз заговорили, вы хоп. Поверили. Да, вы отдали ей деньги, и все-то... А вот фишка с яйцом, ну там чернила же, понимаете. А вот фишка гипноза, если так говорить, как? Это через глаза идет, через какой-то тактильный контакт. Как это? Смотрите, это ведь смотря что. Тактильный контакт, это, скорее всего, там нисколько... Допустим, дай ручку погадаю, они берут нашу руку, не вспоминают какое-то. Нет, они через глаза действуют. Через глаза. Ну и тактильный контакт, это все равно, это как и в нейролингвистическом. Любой тактильный контакт, вот когда, допустим, я что-то вам говорю, смотря в глаза, да, и непринужденно могу сжать ваше запястье. Ну, собственно, достаточно будет. И как из этого состояния выходить? Допустим, вот если мы понимаем, что сейчас мы уже попались, и нас входит в гипноз, как-то можно выйти в москве? Да, после этого вы уже не поймете, вы поймете тогда, когда все произойдет. Когда уже все деньги отдадите. Когда уже все деньги отдадите, да. К сожалению, вот оно так. Поэтому вот, когда приходит очень много мошенников, да, которые вот бабушек оставляют без денег, или еще кого-то человек говорит, я не знаю, почему я отдал. Я не знаю, я не понимаю. Если бы он понимал, с ним бы это не произошло. Просто есть люди гипнабельные, есть менее гипнабельные. Есть, может, кто-то вообще гипнозу не поддается. Но гипноз, это же все равно такое трансовое состояние. Состояние измененного сознания. Но это вот, конечно, тут тоже отдельная тема. И на это можно, по этому поводу можно говорить. Она достаточно интересна. Но вот женщины цыганской национальности, они хорошие, от природы этим умеют как-то вот разговариваться. То есть им не надо учиться, вот, например, как мне. К тому же гипнозу и всему остальному. То есть у них это есть. Поэтому, вот по поводу порчи, очень хорошо сказала Марина Сугробова, не снимайте порчу у глупых гадалок. Вот я, кстати, по всем жителям Костромы обращаюсь. Товарищи, если у вас вдруг порча, сходите к психологу. У нас в Костроме очень много хороших психологических центров. И я думаю, что психолог вам поможет гораздо лучше снять все ваши порчи, все ваши проблемы. Но когда человек ходит, по два года снимает порчу, ну это, извините меня, это уже, конечно, из ряда вон. Вот кто еще, допустим, сомневается, порча или нет. Допустим, есть понятие родовые прохнятия. Допустим, мама не вышла замуж, бабушка не вышла замуж. Да, и душка бездача. Да, допустим, да. То есть здесь, в принципе, можно говорить о том, что психологическая вещь, просто сценарный анализ Эрика Берна. Вы, наверное, знакомы. Ну, да, ну в принципе, то, что вот из поколения в поколение просто модель передается. Да, передаются модели. То есть венца безбрачия тоже никакого нет на самом деле. Нет ничего, ребят. Вот Бог есть, понимаете, вера есть, мы должны верить, мы должны в это, понимаете. А почему вот, например, человек, ну это, наверное, позже, попозже чуть-чуть об этом поговорим с вами, да. Сейчас не будем эту тему задавать. А вот это вот все, ну, венец безбрачия. Но это модель, это уже стереотип сложившийся, который передается из поколения в поколение. Но кто-то должен просто его сломать, вот и все. То же самое, как с питанием, система питания. Откуда, допустим, вот эта вот предрасположенность в полноте у кого-то? Если мама питается таким образом, бабушка... Не надо к гадалке ходить, почему, допустим, и дочь тоже имеет соответствующую комплексию. Ну, почему, например, мы же говорим, все время молодые люди находят там себе девушку, похожую на маму очень часто. Мы похожи. И даже модель. Вот почему бывает у семья не очень благополучная, да. Папа пьет, маму обижает. Ребенок бедный растет, все это видит. Вот здесь, вот это что, не порчи? Это порчи, если уж говорить языком. Ну, вот это тоже негативная программа. Это то, что закладывается нам в подсознание. Потом это все, естественно, нами руководит. Мы эту модель, мы не видим другого. Вот мы не видим другого. Вот мы в другом социуме не пребываем. Естественно, мы потом эту модель перенесем. Мы именно найдем такого же, пьющего, бьющего. И будем всегда в позиции жертвы. Потому что мы другого, к сожалению, не видели. То есть, это обычная психология, никакой магии вообще здесь нет. Лучше найти хорошего специалиста. Вот знаете, вот что-то, оно есть. Ну, вот сейчас я не готова на эту тему говорить, пока сама не разобралась. Ну, это хорошо. Это по принципу, допустим, как работает мобильная связь. Вот я не знаю, как она работает. Да. Но я же не говорю о том, что это магия. Что мне приходят смс-сообщения. Просто возможность, какие-то моменты, которые мы еще для себя психологически не объяснили. Мы это в дальнейшем объясним, да. Я думаю, что и с точки зрения физики, например, вот если Ирина делает, да, вот энергетический массаж. Там очень все, очень хорошо объяснено с точки зрения физики. Как это воздействует? Ну, это ее надо уже спрашивать. Это не моя, как бы, стихия. Но любая наука, понимаете, может что-то объяснить. Другой разговор, что пока для меня некоторые вещи непонятны. Вот это я и сейчас пытаюсь понять. Изучить и объективно к этому подойти. Но ничего, слушайте, но чудеса в любом случае бывают. Ведь когда мы верим, люди, понимаете, когда мы, вот говорят, отмолили человека. Да, это что не чудо, чудо, что он остался жив. То есть, ну, вот как тогда, вот с этим быть, я всегда думаю, ну, вот а как же? Вот как, вот это же, ну, что происходит? Человек, вот я могу даже далеко ходить, у меня у мамы, родной брат, мой дядя. Ему ставили диагноз очень страшный, там уже рак и четвертой степени. Когда уже прогнозы били, уже все, уже все, понимаете? То есть, человек сейчас живет, и слава тебе, Господи, он из этого состояния выкарабкался, и все, хотя уже лежал, уже. Ну, это уже подвиг и близких, и его смогу, наверное. Понимаете, ну, конечно, здесь его сестры, это мама и мамина сестра, и еще, ну, то есть родственники, конечно, его поддержали, его лечили, ему помогали. Но ведь это, наверное, должна и внутренняя какая-то еще, и поддержка близких, и все, ну, и, понимаете, вот как это объяснить? Но человек-то живет, он встал на ноги, он пришел к тому врачу, который ему это сказал. Был один вопрос, у меня уже похоронили. Есть, я говорю, это, вот как это объяснить тогда, да? У меня встачу лицам есть? Вот. Но это плюс, это не минус ситуация. Это плюс, это плюс. Поэтому, конечно, какие-то вещи, я точно знаю, что они работают, они есть, но я все время говорю об этом, что если мы немалодушны, если мы нетрусливы, если мы верим в Бога, если у нас есть надежда, то, ну, наверное, есть место и чудеса в нашей жизни. То он нас услышит, и Бог слышит, он и заступится, и поможет, и, пожалуйста, и порчу снимет, если надо, понимаете? Главное верить. А у нас мало веры. Мы ни во что не верим, понимаете? Вот ни во что мы не верим. Мы верим когда? Когда нас прижало. Вот прижало человека, он про Бога вспомнил, и про магию вспомнил, и про все. То есть ты в этой ситуации уже вот за все хватаешься, за любой шанс. А ведь на самом деле не надо до этого доводить, нужно просто вот... Кстати, вот действительно, самые подверженные люди, на мой взгляд, те, кто находятся в какой-то негативной ситуации. Они тогда уже действительно ищут помощь у гадалок, у экстрасенсов, у прочих представителей сверхъестественного мира, скажем так. Естественно, а как же? Ну вот представляете, человек вот находится в таком, и он не знает, что ему делать. Действительно, в таком состоянии очень часто ты не знаешь, что тебе делать. Ну не знаешь, просто не знаешь, и все. И тут уже, если это не болезнь, да? А если это болезнь, то в любом случае, если уже традиционная медицина отказалась, то, ну представляете, вот ваш любимый человек, либо это ваш близкий человек, да просто хороший друг, которому хочется помочь. Ну правда, тут уже за любой шанс. За любой шанс, за любой шанс. И вот вы знаете, когда целители говорят, и у нас в Костроме есть целители, которые себя так позиционируют и говорят о том, что мы лечим там рак на пятой стадии, да, и все такое прочее. Я могу это понять вот для себя, как я это понимаю, что человеку, отчаявшемуся, да, и очень люди, когда часто, очень часто люди, когда узнают о серьезных диагнозах или о не очень хороших прогнозах, они падают духом. Чего, конечно, совершенно делать не надо, но не сделать это очень сложно, потому что, ну, это надо пережить, понимаете? А естественно, если мы в эмоциональном таком, сразу в эмоциональную, в яму такую провалились, да, эмоциональную, болезнь-то она что? Она прогрессирует. И, наверное, вот как раз помощь-то целителя не в том, чтобы вот эту опухоль убрать руками, там, я не знаю, чем еще, понимаете? Ресурсы внутренние как-то возродить, чтобы он из последних сил попытался выжить. Да, 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 для того, чтобы дать человеку надежду, для того, чтобы его внутренне гармонизовать. Вот мы с чем работать должны. То есть в этом случае мы можем, в принципе, обравдать те случаи, когда родные обращаются к целителям. Да, да, вот это да, потому что в этом нет ничего плохого. Это, в принципе, та же задача, что и психолога, да, правда? Какие-то внутренние неизвестные, еще ресурсы их направить так заработать. Ну, а человек вообще и разум человеческий, человек вообще как... Он еще не изучен. Он не изучен, к сожалению, понимаете? А может, к радости. Может быть. Вот, потому что очень много всего в жизни интересного и действительно какого-то такого еще неопознанного. И сказать, что что-то существует, а что-то нет, вот сейчас на все 100% я не могу. Другой разговор, что все, как мы говорим, сверхъестественно, в любом случае, оно объясняется тем или иным. Это однозначно. И вот на этом моменте я сейчас предлагаю перейти к самой интересной части. Во время прямого эфира мы могли задавать свои вопросы Светлане, и сейчас мы на них постараемся ответить. У нас первый вопрос пришел от Анастасии. А может ли воцерквленный человек подвергнуться магическому воздействию? А мне кажется, что черная полоса в жизни любого человека – это результат его греховных действий и мыслей. Зависть, сквернословие, чревоугодие, воровство и так далее. Очень длинный вопрос. Вот может ли воцерквленный человек подвергнуться? Смотрите, вот слово магическое я отметаю сразу. Негативному воздействию. Да, негативному. Может ли человеку, который верит в Бога, подвергнуться какому-то воздействию со стороны? Да, конечно, может, может, потому что я вам уже говорила, что очень мало людей, которых вот сила веры и сила духа, она вот знаете, вот как стержень сильна. Мы уже говорили вот с одной моей знакомой, очень хорошей, которая как раз вот, ну ой, очень хороший человек, поверьте мне, и верит в Бога, и вот кому у него надо поучиться, так это вот всем нам, наверное, многим. Я не возвожу статус какой-то, нет, но вот эта сила, вот вера и сила духа в ней, причем в хрупком человеке такая сильная. Вот сейчас просто почему отпожу глаза, потому что сразу ее вспоминаю, и мы говорили о том, что мы малодушны, вот люди, мы все-таки трусливые и малодушны. Знаете, когда я, у меня же тоже есть какие-то там заболевания, да, свои, да, и когда бывает какой-то приступ, и все равно становится страшно. Ты должен понимать, вот я вам на примере говорю, пожалуйста, вот ты веришь в Бога, в этот момент ты должен что? Ты должен верить, что он тебя не оставит, и все будет хорошо, но все равно тебе страшно. И вот этот страх, вот я говорю всегда, работает-то все это на страхе. Конечно, может, но не так сильно, как вот, к примеру, человек, который не верит. Тут, понимаете, нет слова магический. Есть слово то, что мы люди, мы люди, которые можем поссориться с кем-то, да, мы можем кому-то наступить на ногу, а нас могут обругать. Я не знаю, да, ну, я не знаю, вы понимаете, что такое вот эта негативная программа? Ну вот, нам могут след тоже проклятие какое-то кинуть. Вот очень часто там... Но чтобы оно приступилось, надо, чтобы мы сами это приняли, по сути. Приняли, а для чего мы приняли? Мы, может, знаете, сразу-то и не примем. Ну мы-то думаем, что не приняли, на самом деле на подсознание мы куда-то там записали себе это. Мы записали, мы записали однозначно, Светлана, а если еще вдруг мы оступились в этот день, или, например, упали... Поверили. Все, понимаете, мы сразу об этом вспомнили и завертелось. А можно там еще этот вопрос прочитать? Ну, здесь она дальше объясняет, что мне кажется, что черная полоса в жизни любого человека – это результат его греховных действий. Вот, кстати, про черную полосу. У греховных действий, негреховных действий. Но очень часто так, что действительно черная полоса в нашей жизни связана с нашими, ну, скажем так, если просто, неправильными поступками. Вот все время говорю, я, да, и есть сама жизнь. То есть прежде чем принять какое-то решение и сделать какой-то поступок, ты должен 15 раз подумать о том, к чему он тебя завтра приведет. То есть ты делаешь шаг, и ты должен это осознавать. То есть как тебе аукнется и как тебе откликнется. Иногда, конечно, мы ошибаемся. Мы люди, мы учимся на своих ошибках. Мы методом проб и ошибок вообще живем в этой жизни. И ничего плохого я в этом не вижу. Это как маленькие дети, они учатся ходить, спотыкаются, падают, встают, опять бегут, опять падают, опять встают. Самое главное, чтобы человек умел достойно подняться, понимаете, и стать сильнее, сделать выводы. И вот тогда, да, я согласна, вот, кстати, с девушкой, что это действительно так. Очень часто причем это так бывает. Но вы поймите, что еще очень часто бывает, что у человека начинаются неприятности в жизни. Вот бывают родственники, между собой не ладят. Очень часто там свекровь не любит, там, или теща там еще, да, зятя никак не воспринимает, или свекровь невестку очень часто. И вот они начинают эту бедную молодую семью постоянно там гнобить, гнобить, терроризировать, да. Без конца там что-то там ему плохое вслед кидать, кидать, кидать. И люди тухнут, понимаете. А по поводу того, они начинают психологически приходить в упадок, то есть гармония внутреннего нарушена уже у человека. Естественно, он начинает сначала психологически, потом физически болеть. Если у него нет сил, если у него нет жизненных энергий, естественно, он в упадок приходит не только здоровье, а и финансы. Потому что тебе ничего не хочется в этот период, и тебя нет сил на это. Да и просто интерес к жизни пропадает. Поэтому, понимаете, здесь не только наши неправильные поступки, здесь еще могут как раз и родные, и близкие, и даже друзья тебя вот в такого состояния довести. Вот далеко ходить не будем. Например, случившийся случай с девочкой, да, которая... Это же тоже... Напомним нашим зрителям. Недавно у нас девочка в Давыдовском втором спрыгнула с крыши дома. Причем девочке 17 лет, под порывом любви и прочих алкогольных напитков. Да я даже думаю, понимаете, тут не сколько алкоголь сыграл свою роль, сколько уже просто вот именно психологическая подавленность и предрасположенность в этот момент. Ну, видимо, это уже, я так понимаю, не было не первый раз, вот эти все унижения. А девчонка, она любила сильно. Одна из версий, что молодой человек именно психологически как-то на нее давил и пытался. Да, он не давил, он ее просто унижал, он ее оскорблял, он ей не дорожил, она очень сильно его любила, а это вот как раз-таки и есть доведение до самоубийства. Потому что вот мы можем такими своими действиями, иногда мы просто давим человека, подавляем, он нас любит, а мы им не дорожим. Особенно подростки, они же не отдают отчет. Мы парни, они не думают ни о чем, понимаете, у них еще в голове-то там ничего нет. Девочка любит, а он и давай рад стараться. А девчонки привязываются, они же, понимаете, лишь бы только вот со мной был. Эмоциональная зависимость. Конечно, понимаете, когда в таком состоянии депрессии находишься, тут может и крыша быть рядом, и все что угодно. Поэтому я соболезнования родителям приношу этой девочке и прошу нашу общественность некорректно по отношению к ней, конечно же, не выражаться, нигде ничего не писать, потому что алкогольная, это не алкогольная, это вина не только этой девочки. Вот, я вот так скажу. И мне очень жаль, и не только этой девочке. Вообще, надо обращать внимание как раз на то, как мы общаемся, как мы общаемся с нашими близкими, как мы общаемся с нашими родными. Это тоже фактор, когда у тебя, из-за чего у тебя может начаться полоса, да, какая-то. В любом случае порча, если уж о том говорить, это дело духовное. И вот на этом моменте мы переходим к вопросу от следующей подписчицы. Анна спрашивает, как поставить блок всему негативу? Как научиться его отсеивать от тебя? Может быть, есть средство, с помощью которого на все плохое закрываешь глаза и душу? Даже три вопроса получилось, замечает Анна. Да. Вот первый вопрос, как поставить блок всему негативу? Так, а второй? А как научиться его отсеивать от тебя? Ну, научиться, это правильно, это следующий вопрос. И третий? Может быть, есть средство, с помощью которого на все плохое закрываешь глаза. Ну, в принципе, это одно и то же, просто в трех разных предложениях. В трех разных предложениях, кроме того, что второе, там все-таки немножечко есть вопрос о как быть, если ты уже это, я так понимаю, усвоил или принял, или где-то с кем-то поссорился. Да, и как это, фильтровать все эти деньги? Как это, это, конечно, это тоже есть техники и практики, которые можно дать, если человек обратится, я, конечно, просто может в контакт мне написать, я могу ответить в частном порядке. Но вообще, ребят, вот какую-то вот так защиту, ну нет, мы люди эмоциональные, ну как, мы что, барьером закроемся, или что, из дома выходить не будем? Так мы сами тогда на себя, ведь есть же самый оговор какой-то, когда мы, понимаете, вот стереотипы общества, мы тоже же нас загоняют, когда мы пытаемся быть хорошими, мы сами, мы не можем принять себя, вот мы такие, а вот в социум, понимаете, нас обязывают быть другими, мы начинаем притворяться. Из-за этого, естественно, вот, пожалуйста, тоже идет дисбаланс. Сначала психологический и психический, какие угодно могут расстройства наступить. Поэтому, единственное, мне вспомнился мультик. Вот если по-честному, это, наверное, может не очень будет сейчас звучать, но зато правда. Я уже говорила об этом, мультфильм про чертенка под номером 13, который там все на уроках, там и цветочки, и каких-то этих притаскивал, этот черт должен, и вот этот вот его учитель. И вот он тогда сказал, вот, я не помню там дословно, что он там, что запомни, какое правило номер один, да, там, люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех. Я не говорю, что это вот буквально, но примерно, это, знаете, это нужно тогда быть абсолютно вот... Чтобы тебе было фиолетово на всей ситуации. Да, если проще говорить, пофигистом, просто вот абсолютно вот таким ровным. Тогда это, знаете, как надо над собой работать, чтобы не эмоционировать на то, на другое, на третье, на четвертое, на пятое, чтобы вот этого не было. То есть вот такой вот вариант. Да, это единственный вариант. Я вам просто... От плохого мы не можем защититься. Знаете почему? Даже каждый человек, вот мы с вами, да, состоим из белого и черного. Ну, так мир устроен, понимаете? В каждом из нас есть и плохое, и хорошее. В какой-то ситуации мы себя проявляем, как люди добрые и готовые на помощь прийти. А где-то и... За угол выхода из него. За угол дать, понимаете? Поэтому, когда... Даже человек никогда... Мы не знаем, в какой момент какие мы будем. Мы состоим вот из разных вот этих вот. Все у нас есть. Вот, и поэтому и жизнь, она такая же, как защититься. Это вообще, ну, никак. Спокойненько. Это просто голову надо иметь на плечах, наверное. Вот и все. И следующий вопрос у нас от Дмитрия. Если это магическое воздействие, то какой специалист может помочь человеку, и сколько стоит эта услуга? Вот сколько стоит услуга, я вам сказать не могу. Вот, какой специалист... Ну, и психолог, конечно, может... Опять же, если это магическое воздействие, да. То есть, если человек... Вот сразу говорю. Если человек уверен, что на нем именно магическое воздействие, то он может идти... Если мы сегодня не переубедили. ...включительно к магу, к магу. Потому что к психологу он не пойдет однозначно. Это не его варианты. А вообще, если ты чувствуешь, что у тебя в жизни что-то не ладится, ну, можно пойти к любому человеку. И даже к магу можно пойти, ребят. Я считаю, что хорошая магия или экстрасенсы, да, они тоже психологи, тонкие, вот тонко чувствующие. Другой разговор, что вся наша беда в том, что люди, которые знают, умеют, увидят, чувствуют... Вот экстрасенсорика, я в прошлый раз говорила, это сверхчувствительность человека. И мы действительно такие есть. Мы иногда чувствуем, мы видим больше, чем чувствуют и видят другие. Вот это я отрицать не могу, потому что знаю по себе. Вот здесь-то и противоречия, пока в которых я стараюсь разобраться. Но не надо схему вот давать. Все сели почему-то на схему. Сразу же человека напугать, запугать, а потом полгода лечить. Ну, вот, пожалуйста, не надо. Ну, надо помогать как-то, действительно. Ну, если человек убежден, да, но если нет, ничего пугать программами-то, какими-то вот порчами, проклятиями, да еще насмерть, не дай бог. Ну, это вообще... Мне стыдно просто бывать за тех, кто... Целители, которые знают хорошо симптомы заболеваний, да, вот, говорят о том, что я с тебя сняла порчу, иди, но зная, что это заболевание, в принципе, неизлечимо, и рано или поздно, а человек именно эти симптомы воспринял, как порчу, и пришел к этому специалисту. Понимаете, что происходит-то? Вот это самое-то страшное, и при этом они себя позиционируют, что там Бога верят, Господи, Боже мой, прости меня, но это уж вообще сверх наглость, я считаю. И когда они работают с ним, допустим, неделю или месяц, я не знаю там сколько у кого, по-разному по срокам, и говорят, все, я сняла, и человек уходит, но они прекрасно знают, что рано или поздно этот симптом повторится, понимаете? А раз он повторился, а у человека это уже связано с порчей, он сразу же скажет, алло, у меня будут опять снова. Постоянные клиенты. Понимаете, это сказка не отвязка. Вот, и вот что страшно. Давайте тогда лечить. Неважно, кто будет помогать человеку. Экстрасенс, парапсихолог, маг, я не знаю. Чародей. Чародей. Но главное, чтобы это было эффективно, это была честная, порядочная помощь, понимаете? Чтобы мы действительно реально могли человеку помочь. Мы ему дать могли совет, либо теоретический, либо практический. Ведь иногда человек приходит, он не понимает, что ему делать. А ты с ним поговорил, ты разобрался в его ситуации. Нужно всегда, понимаете, разобраться, отработать. А почему это случилось? Причину найти, конечно. Понимаете, тут сколько в ладоши не хлопай. Если мы не нашли причину, ну, ничего не изменится. И вот в заключении эфира, хочу, чтобы вы сейчас сказали, как парапсихолог, как психолог, как просто человек нашим зрителям, то, что, может быть, еще не сказали, но хотели бы до них донести сегодня по этой теме. Возможно, как защитить себя, либо почему не стоит верить шарлатанам, которые тебя стремятся вылечить от пятой ноги и прочего. А вы знаете, я скажу как, если мы все-таки, вот есть, я говорила, что работа от страха, вот именно страх, сработал страх, мы боимся, у нас у Даши как снежный ком покатилось. Поэтому, ребят, если с точки зрения парапсихологии или какой-то магии, я вам дам практически магический совет. У всех работа от хорошего воображения, то есть, да, вот визуализация. Это если не углубляться в психологию, хотя это тоже психология, Светлана, сейчас поймете, да, то есть, мы визуализируем, то есть, вы чувствуете себя как-то не очень хорошо, или в течение дня с кем-то поссорились, пришли спокойно дома, сели, нашли спокойное место, закрыли глаза, или просто с открытыми, как вам удобней, представили, вот что такое аура, да, ну вот мы же видим, вот говорят, в ауре пробоя, да, в ауре пробоя, ну вот и представьте в это, в виде черных шаров, или каких-то сгустков серых, черных, коричневых, я не знаю, как сработает ваше воображение. Опять же, это мысли, вот когда человек тебе что-то плохое говорит, это мысли, да, поэтому мы можем только силой мысли это убрать тогда уж, если мы говорим о каких-то магических или парапсихологических, вот экстрасенсорных вот этих, вот совет, как, вот такое я вам дам. Значит, собираете это, вот мысленно, понимаете, вы все это мысленно собираете, вот здесь на уровне, на уровне, в один, вот этот вот комочек, берем, вот просто по себе берем и говорим, вот, товарищи дорогие, откуда пришло, туда и ушло, и отправляем. Либо камушек, про который я вам говорила. Пожалуйста, натуральные камни, это, забыла, а кварц, природный кварц, он у Волги, пожалуйста, есть. Взяли кварцит и все свои эти нехорошие сюда воду выбросили. Это если те, кто уже, ну, по-любому, ну, это же, понимаете, все равно психология в этот момент работает. Ты сам себе установку дал, что все, я все на это скинул, я все обратно отправил, у меня все хорошо. Но здесь просто явление, как уже кто для себя это называет, магией, чудом и прочим, это уже не важно, если это работает. Да, это для тех, кто это, да. Те люди, которые не понимают, что что-то не так, но к магии не склоняются, есть действительно церковь. Можно сходить туда, поставить, в конце концов, за здравие заказать себе, к батюшке сходить. Батюшка тоже очень много может помочь, опять же, да. Ну и, конечно, психологов у нас никто не отменял. Вот эти замечательные советы, я думаю, сегодня многим пригодятся. И я напоминаю, что у нас в гостях была пара психологов, Светлана Морозова. Сегодня мы говорили о том, как диагностировать у себя негативное воздействие, любое магическое или немагическое, и как этому противостоять. На самом деле, Светлана, тут как ни назови, в основе все равно лежит психология. Да, главное, чтобы все были здоровы и счастливы. А каким образом и каким путем, это совершенно не важно. Главное, имейте еще голову на плечах и думайте, больше думайте. Не впадайте в уныние, это грех.